Антикоронавирусные правила для школы А где деньги, вы спросите меня? А деньги в антикоронавирусном фонде, который был выделен в размере 65 миллиардов гривен еще в апреле месяце этого года И который, как вы думаете, на что был направлен? Не на средства защиты для школьников, не на закупку ИВЛов Он был направлен на дороги, он был направлен на президентскую стройку так называемую Хотя это не стройка, это по сути ремонт того, что уже и так разваливалось Депутаты Одесского областного совета Виктора Баранского возмущают, что к началу учебного года Деньги из антикоронавирусного фонда, которые должны были пойти на обеспечение безопасного учебного года для детей, не пришли Мы раздеребанили и оставили людей теперь сам на сам решать те проблемы, с которыми они сегодня столкнулись Это и закупка дезинфекторов для школьников, это индивидуальные средства защиты, это уборка классов Мы все носим маски, но в них не совсем удобно, как вы сейчас видите Сейчас мы закупаем вот такие щитки, потому что в них более удобнее И вчители все без вынятку, мы их попросили и даже суворо вымогаем от этого, чтобы они ходили все обовязково в защитных масках или щитках Педагогический коллектив на протязи этих двух остальных тижнений очень надпалегливо работал для того, чтобы подготовиться к такой нестандартной ситуации Местные бюджеты смогли выделить определенные суммы, чтобы подготовить школы к нестандартному учебному году Именно область должна на себя взять эту ответственность, областная администрация за то, что каждый ребенок должен быть с индивидуальными средствами защиты И это не должно быть за счет родителей Мы выделяем достаточное количество средств на медицинские программы, которые разрабатывает администрация области Деньги выделены, их нужно только правильно распределять и контролировать работу администрации для того, чтобы что ИВЛы, что другие приборы, маски, чтобы они доходили до тех адресатов, которыми они должны доходить Областной совет находит и перебрасывает деньги из одной статьи местного бюджета в другую, стараясь оперативно реагировать на проблемы Фонд Ковид же – священная корова правительства И это при том, что именно из бюджета на образование и науку в целом по Украине правительство забрало в антикоронавирусный фонд порядка 4 миллиардов гривен Верните хотя бы 2 миллиарда, теперь просит Минобразование, ведь дети придут в школы в самый рискованный период пандемии коронавируса Осенью возрастает вероятность распространения этого опасного заболевания, которое без того ежедневно бьет антирекорды в Украине Но отсутствие денег от правительства, видимо, означает одно – ваши дети, ваши заботы Очень боюсь, у меня есть еще дети, маленькие, я боюсь, я боюсь вируса и, конечно, вопрос карантина неприятен Но здоровье самое важное и рисковать – это тоже очень страшно, то есть дискомфорт некий я испытываю Самое большое переживание, которое мои дети переживают на сегодняшний день – это вот эти вот маски Мы столкнулись с большой проблемой, у них рвотный рефлекс срабатывает То есть мы летом ходили в супермаркеты за продуктами, нас заставляли одевать маски В итоге дети просто рвотный рефлекс, рвота раз, рвота два Мы сказали – нет, никаких больше масок Все-таки эта изоляция далась сложно достаточно для нас Дети сидели постоянно за компьютерами, не было живого общения Этого очень не хватало, потому что дети сейчас общительные, коммуникабельные, яркие Хотят все время быть в социуме Обязательно мыть руки Да и все Ну, еще и совать руки, глаза, ну, счастье лица Наверное, дети членов правительства Украины учатся не в украинских школах Поэтому они даже не представляют, сколько нужно средств для того, чтобы обеспечить безопасность школьников и учителей в период коронавируса А сколько им выделяется на самом деле Но если в сфере образования более-менее готовы подставить плечо местные бюджеты А также, чего греха таить, личные бюджеты родителей и учеников То коронавирусному здравоохранению не может помочь никто, кроме государства Оно, в принципе, и не помогает После того, как Одесскую городскую клиническую больницу номер 5 открыли как больницу второй волны Из нее уволились 14 врачей Горздрав экстренно добрал медперсонал, но это прецедент Непонятно, с каким ресурсом бороться с пандемией в городе дальше Учитывая, что Одесса в лидерах по числу заболевших 12 тысяч медиков по всей стране заразились коронавирусом 84 умерли И возникает вопрос, а какие гарантии? Государство, президент, министр здравоохранения, премьер-министр нам рассказывают, что вот Каждый медик, который получит инвалидность в результате заболевания коронавирусом Получит 600 тысяч гривен, в случае смерти полтора миллиона гривен Получат родственники умершего А вы спросите у этих 84 людей, которые умерли Кто получил ли, кто-то из семей, вот эти вот полтора миллиона гривен И врачи понимают, что оснащать их не будут Если не дай бог, кто-то заболеет, инвалидность получить, это целое дело 300% может будет, может не будет И врачи думают, да зачем оно нам надо? Врачи увольняются, потому что не чувствуют защиты от государства Потому что не выплачиваются страховки тем, кто, к сожалению, скончался от коронавирусной инфекции Потому что не выплачиваются те зарплаты, которые обещали, что будут выплачивать повышенные зарплаты И естественно, что врачи, которые в более преклонном возрасте, более опытные врачи Которые могли бы чем-то помочь и оказать какую-то посильную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией Конечно же, они, понимая, что они рискуют самым дорогим, что у них есть, это человеческая жизнь Массово увольняются Эта проблема будет нарастать, пока государство централизовано не займется этими вопросами И когда бюджетирование больниц, которые стоят на первой передовой или на втором круге заболеваний Когда оно не будет централизовано из центрального бюджета Напомним, что в засуху правительство не протянуло руку помощи украинским аграриям Перед началом учебного года не позаботилось об учениках и учителях В рискованный период пандемии не торопятся защищать врачей Какие же приоритеты у правительства Украины? И как они пересекаются с тем, что необходимо населению страны? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова